Добрый день, коллеги! Меня зовут Виталий Акользин. Я занимаюсь динамическим анализом в Институте системного программирования и являюсь разработчиком инструмента ISP Phaser. Я расскажу вам о распараллеливании файзинг-тестирования. В данной лекции вы узнаете о том, как правильно изолировать работающие приложения, инструменты, с помощью которых это можно обеспечить, о проведении параллельного файзинг-тестирования и методах синхронизации процесса файзинга. А также вы узнаете о том, как правильно составить отчет о покрытии и проанализировать его. Начнем с того, зачем нужно распараллеливать файзинг-тестирование. Многие программы, которые являются объектами файзинг-тестирования, должны работать изолированно. То есть на одной системе может работать корректно только один процесс таких программ. Для этого есть ряд причин. Влияние разных процессов этого приложения друг на друга, конфликты между процессами. И третьей причиной может быть борьба за ресурсы, такие как диск, оперативная память и захват ресурсов. Например, мьютексы, что может привести к взаимоблокировке процессов. В общем случае, изолированную работу процессов файзинга можно обеспечивать запуском их на разных серверах. Также можно прибегнуть к различным средствам виртуализации, таким как запуск в виртуальных машинах и запуск в докер-контейнерах. Для увеличения эффективности файзинга нужно обеспечить обмен результатами между различными процессами файзинга, то есть синхронизацию. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ. Через файловую систему на одном сервере. Это является самым популярным способом файзинг-тестирования. Второй способ. Обеспечить синхронизацию через сетевое хранилище. При массированном файзинге, в котором задействовано много серверов, синхронизация происходит через сетевое хранилище, которое доступно по сети из каждого сервера. В качестве демонстрации параллельного файзинга выбрано программное обеспечение PostgreSQL, так как это широко используемое программное обеспечение, которое требует изоляции при своей работе. Режим работы PostgreSQL в процессе файзинг-тестирования, однопользовательский, входные данные передаются через стандартный поток ввода. Как уже ранее было сказано, для увеличения эффективности файзинга применяется синхронизация. На данной схеме представлена схема синхронизации между различными процессами файзинга, которые работают в различных изолированных средах, таких как сервера, виртуальные машины и докер-контейнеры. Директория для синхронизации расположена на одном из серверов. С виртуальных машин из других серверов она доступна по сети через NFS. Из докер-контейнеров она доступна с помощью так называемых докер-волюмов, которые позволяют разделить часть файловой системы сервера и докер-контейнеров. Файзинг PostgreSQL выполняется с помощью ISP-файзера. Через его пользовательский интерфейс можно наблюдать за результатами работы файзера и управлять им. В главном окне интерфейса можно наблюдать три работающих в докер-контейнерах процесса файзинга. Основные показатели, такие как число найденных путей в программе, скорость запусков, можно наблюдать в окне статистики справа. За динамикой изменения некоторых показателей можно следить по графикам. Наряду с докер-контейнерами для параллельного файзинга используются виртуальные машины, которые имеют ряд преимуществ. Первое. Виртуальные машины обеспечивают виртуализацию на уровне оборудования, что дает более полную изоляцию работающего приложения. Второе. Виртуальная машина дает больше возможностей для настройки среды изоляции. В то время как в докер-контейнерах используется ядро операционной системы, которая работает на хосте, в виртуальной машине работает собственная операционная система с собственным ядром. Некоторые приложения могут работать некорректно на определенных моделях процессоров. С помощью виртуальной машины можно обойти эту проблему за счет спуффинга параметров вендора и модели процессора. Второе преимущество виртуальных машин заключается в том, что они предоставляют больше возможностей для настройки среды изоляции. Обратите внимание, что после запуска еще двух процессов фазинга в виртуальных машинах они отображаются в пользовательском интерфейсе в окне Instances. Помимо всех процессов фазинга, в отдельном докер-контейнере запускается процесс EAD, то есть Extra Analysis Tool, инструмент дополнительного анализа, который выполняет следующие задачи. Первое. Объединяет результаты работы всех процессов фазинга на основе критерия уникальности, то есть очередей входных данных, аварийных завершений и зависаний. Второе. Дополнительный анализ объединенных данных. Получение отчета о покрытии в формате DRCOV для плагина Lighthouse. Получение отчетов динамических канализаторов, таких как Valgrind и Dr.Memory. Запуск с санитайзерами, например, с лип-дизлокатором или с QEMO-адрес с санитайзером. Трассы бинарного кода с разной степенью гранулярности, то есть по инструкциям или по базовым блокам. Оценка критичности аварийных завершений, стек-трейсы аварийных завершений в исходном коде для SWACE. Перед вами пример того, как отображается стек-трейс аварийного завершения приложения Jasper в веб-интерфейсе SWACE. Теперь перейдем к формированию отчета о покрытии PostgreSQL. На объединенных входных данных, полученных с помощью инструмента IAD, можно запустить специальным образом проинструментированную сборку PostgreSQL для получения отчета о покрытии по строкам исходного кода и функциям. Запуски этой сборки также выполняются в отдельном Docker контейнере. Отчет можно посмотреть в формате HTML. Для динамического обновления этого отчета можно воспользоваться утилитой AFL-Coff с опцией минус-минус live. На этом рассказ о распараллеливании файзинг-тестирования завершен. Спасибо за внимание.